Здравствуйте! В эфире премьера программы Клип. Программа, из которой вы узнаете все самые интересные события культурной жизни города. Не выходя из дома, побывайте на театральных и кинопремьерах, на выставках, показах мод и шоу-представлениях. А в рубрике «Личность» познакомитесь с интересными, талантливыми людьми города. И в первом предновогоднем выпуске программы вы увидите. Партнер программы – компания «Чистая вода». Город Ростов-на-Дону, улица Дачная, 8, телефоны 277-23-22 и 277-62-80. В дни новогодних каникул Ростовский цирк предлагает новую супер-лазерную программу «Морские львы». Программа очень разнообразна и понравится как детям, так и взрослым. Я убедилась в этом лично. Малыши завороженно смотрят на арену. Перед глазами ребят меняются красочные картинки. Геометрические фигуры, силуэты людей и животных, распускающиеся цветы буквально парят в воздухе, создавая ощущение волшебства. Первое отделение состоит в основном из номеров с участием животных. Были и кошки, и собаки, и даже самый маленький в истории российского цирка кабанчик. Его вес чуть больше двух килограмм. Ваше аплодисменты. Но гвоздем программы стали морские львы. Лев – царь зверей, даже если он морской, поэтому и вели себя животные по-царски. Но покапризничав немного, выполнили все трюки. Дрессировщица Людмила Чугунова давно нашла подход к этим животным. Морской лев тоже может агрессию проявлять, хотя, конечно, он намного спокойнее, нежели тот же лев и медведь. Обычный лев, то есть и лев, и медведь. Это более спокойное животное. И плюс это северный морской лев, который больше любит прохладу, нежели тепло. Цирк особый, ни на что не похожий свой мир. Здесь своя атмосфера. В цирке не бывает полутонов. Если краски, то яркие, если улыбки, то открытые, если слезы, то градом. Юрий Филатов заболел цирком 20 лет назад. С тех пор он на манеже. Я, закончив театральное училище, немножко поработав в театре, меня пригласили помочь одному из клоунов. Был такой Александр Казаков. Вот я ему помог и до сих пор здесь. Говорят, цирковым артистам нужно родиться. У иллюзиониста Анатолия Сокола цирк в крови. Он потомок известной династии. Анатолий с детства был посвящен во все секреты волшебства. Я в третьем поколении цирковой династии артистов иллюзионного жанра. У меня и мой дед Анатолий Сокол, мой папа Олег Сокол и я уже Анатолий в третьем поколении. По маминой линии, я в седьмом поколении цирковой династии, моя прабабушка была придворная артистка самого Эмира Бухарского. Поэтому отсюда и династии идут. Династию иллюзионистов в нашей стране в 50-е годы, именно иллюзию, которая была основана на последних достижениях науки и техники тех лет, создал мой дед. Я вот продолжаю нашу династию. Мой сын уже начал работать в четвертом поколении цирковой династии, но он сейчас входит в школу и временно пока не работает. Пользуясь случаем, я приехал в любимый город Ростов-на-Дону и мне хочется, чтобы все мои эмоции, весь мой профессионализм, как артиста иллюзионного жанра, я хочу подарить вашему зрителю. Поэтому приходите к нам на новогодний, необычный спектакль. Ждем вас у нас. В цирке невольно становишься ребенком. В этой атмосфере вечного праздника по-другому просто не получается. А что больше всего понравилось сегодня? Как моржи выступали. Моржи понравились? Может морские львы? Да, морские львы. Понятно. Все понравилось. А из животных кто? Мартышки. А что больше всего тебе понравилось из сегодняшнего представления? Жонглер. А еще? А из животных? Морские львы. Новогоднее лазерное шоу «Морские львы» продлится в Ростовском цирке до 10 января. В рубрике «Личность» у меня в гостях известный ростовский иллюзионист Алекс Крей. Алекс расскажет о своем участии в программе «Феномен» на канале «Россия». О том, как живется волшебником и что является чудом для него самого. Это Алекс Крей у нас. Улыбка – это не все, что есть у Алекса Крея. Улыбка – это не все, что есть у Алекса Крея. Есть еще юмор, обаяние, талант и умение делать чудеса. Такое редко встречается даже в феноменальном мире. Шутка. Скажи, пожалуйста, вот как ты понял, что ты хочешь быть волшебником? Ну так, будем наивно говорить. Когда пришло это чувство, что ты хочешь этим заниматься, что тебе это интересно? Во-первых, привет всем ростовчанам. Во-вторых, волшебником я захотел стать, когда мама меня привела в цирк. Я увидел Игоря Кио. И меня вдохновили его подвиги на эти чудеса. Естественно, я заразился, заболел, стал искать литературу. В те времена было очень проблематично. Просиживал в библиотеках, все изучал, пытался что-то мастерить, делал. И по сегодняшний день так меня это вдохновение не покидает. А первые номера помнишь свои? Вообще, самый первый фокус какой был? Первый фокус был с исчезновением платочка. Я, значит, не знал долго настоящего секрета и делал по-своему. А когда лет через пять узнал настоящий секрет, то все оказалось гораздо проще, чем делал я. У меня есть мечта, она мне постоянно снится. Мне хочется летать. Хочется летать? Да. И этот секрет ты знаешь? Я секрет знаю, но я хочу иметь свой секрет. Чтобы его никто не знал. Чтобы я вышел и полетел. И моя задача еще в том, что мой образ, что все плохое, первоначально что-то плохое, должно обязательно превратиться в хорошее. Ну, всем известно, что ты побывал на проекте «Феномен» на канале «Россия». Вот расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, о том, может быть, чему ты научился там. Вообще о проекте расскажи. От проекта «Феномен» у меня остались, наверное, останутся на всю жизнь самые незабываемые впечатления. На самом деле для меня это было море эмоций, море адреналина. Я такого никогда не переживал, даже выходя на ответственные мероприятия. Расскажу, почему. На самом деле это был действительно прямой эфир. То есть ты изначально чувствовал, что невозможно будет что-то повторить. И поэтому, как только называли твое имя, я делал пару шагов. И у меня вместо крови, казалось, движется один адреналин. И в этом шоке я забывал свой текст. И буквально, может, за доли секунды до того, как заканчивалась музыка, я должен был его произносить, меня осеняло, и все это продолжалось. Но это продолжалось постоянно в каком-то… я находился в необычном состоянии. Действительно, я пребывал и в итоге получал от этого удовольствие. Как ты считаешь, вообще проще каким людям жить? Вы знаете, а что вообще в нашей жизни есть настоящее, есть ненастоящее? Мы сами строим свою жизнь, свою судьбу. Мы ее как-то изменяем. Нету ничего изначально предначертанного. Это, по крайней мере, мое мнение. То есть, если сидеть ровно, то ничего с тобой не произойдет. И те люди, которые не хотят на минутку поверить в чудо, или не хотят надеяться, по крайней мере, на чудо, действительно, с ними ничего не произойдет. Чудес на свете не бывает, я это заявляю, как человек, который занимается этими чудесами. Но чудеса, они на самом деле вокруг нас. Но чаще всего мы их не замечаем. А если, допустим, вы, телезрители, придете домой и оглянетесь вокруг, то вы их увидите. Это ваши дети, ваши близкие, родные вам люди. А если молодежь еще и задумается и вспомнит о том, что у них есть родители, то сделайте для родителей маленькое чудо. Подарите им маленький подарок или просто поговорите с ним. Поговорите о хорошем, спросите, как у них дела. А если их нет рядом, позвоните им. Вот на самом деле эти чудеса. А можно сейчас что-нибудь такое вот легкое, несложное для наших телезрителей изобразить? Запросто. Уважаемые телезрители, в новогоднюю ночь возьмите кусочек салфетки и попросите кого-нибудь написать свое желание. Лиля, напиши, пожалуйста, свое желание. Потом сложите салфетку, возьмите столовый прибор и его основание оберните салфеткой. Желание может исполниться. Вот так. Затем поднесите салфетку к огню, так, чтобы салфетка сгорела. И если что-то случится со столовым прибором, то ваше желание обязательно исполнится. Смотрите. Исполнится. Твое желание обязательно исполнится. Ну что, у нас в гостях был известный ростовский резианист Алекс Крей. Более, мне кажется, интересного финала у нас быть не могло. Держи. Спасибо. Новогоднее представление брызги шампанского в театре драмы имени Максима Горького не имеет аналогов в России. Это уникальное шоу. В этом году его будут ставить уже в 13-й раз. Постановщики решили полностью посвятить его к грядущему году быка. Праздник так и называется. Фиеста Тель Торо, что в переводе с испанского означает праздник быка. За последние 59 лет год этого усердного, трудолюбивого животного наступал уже целых пять раз. Постановщики представления попытались воссоздать атмосферу каждого из них. Итак, Россия 1949 года. Атмосфера послевоенного периода в нашей стране была воссоздана на сцене особенно точно, благодаря костюмам актеров и музыке. Следующим годом быка был 1961 год. Постановщики решили показать один из первых голубых огоньков на Шаболовке. В то время тема телевидения была особенно актуальна. Но главной темой того времени все-таки было освоение бескрайних просторов Вселенной и, соответственно, первый полет человека в космос. Самой популярной личностью того времени был Юрий Гагарин. Он был самым ожидаемым гостем на голубом огоньке 1961 года. Год 1973-й постановщики решили посвятить теме Дикого Запада. Образ лихого ковбоя был на тот момент интересен российскому зрителю, ведь в этом году Брежнев совершил поездку в Америку. Скоро начнется наше РОТЕО. Смотрите, репо выйти из закона, но все же оседлает его смело. Как бой, поверьте, украдит без сона. Год 1985-й. Очередь за едой, которую выдают по талонам, весом отцвета и начало больших перемен в стране. А вот 1997-й год был годом премьеры шоу «Брызги шампанского» в Ростове. С тех пор в театре многое изменилось. Появилось много молодых актеров, до которых 1997-й год уже история. Дорогие наши любимые ростовчане, наши неизменные, зрители, спасибо вам огромное за то, что вы приходите. Желаю вам только счастья, всего самого наилучшего, а самое главное – хорошего настроения. И даже если что-то идет не так, улыбайтесь, и это самое прекрасное. Любви, счастья, добра, мира. И пусть, несмотря на все невзгоды и финансовые кризисы, будет хорошо. Благоденствие, благополучие, потому что желать здоровья, денег и всего остального – это уже постфактум после того, как пожелаешь благоденствия и благополучия в этом году. Спокойствия, уверенности в себе – самое главное, потому что, судя по всему, грядут не очень приятные времена. В общем, удержаться. Улыбайтесь, живите. Чем больше мы будем думать о вещах хороших, тем больше они будут сбываться. А как говорят, говорите вслух позитивные вещи, улыбайтесь, они исполнятся. Поэтому я только этого желаю. Улыбайтесь, говорите друг другу прекрасные вещи, дарите друг другу подарки, дарите друг другу любовь. И будет все хорошо. Главное – отдавайтесь работе, себе, семье, детям. Таким получился наш клип в первый раз. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, любви и добра. Давайте жить культурно вместе с программой «Клип». Благодарим за помощь в организации съемок «Кафе Фэймос», торговый центр моды «Астор Плаза», проспект Буденновский, 49, телефон 297-59-61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова